Благословение и проклятие, жизнь и смерть. Избери жизнь. А много ли у людей избирает сегодня жизнь? Речь идет о том, что мы многие работы не знаем. От Бога они, не от Бога. Управляемся, делаем. Другой в городе что-то делает. Но то, что священник делает, это явно Господне дело. Как совершается ритургия, таинство, причащение, миропомазание, вещание, рождение, отпевание. Здесь кто делал, Господне делает небрежно. Не так, как установлено. Сегодня вопрос поднятый так, что будто бы мысль приходит, что Бог избирает самое негодное, чтобы посрамить людей. Без чести, без совести. Одно наживо. Я много времени провожу, где знаю со многими людьми, наверное, из 190 человек, 5 так, ушли от Бога из-за жизни священников. На каких машинах, там, яхты, патриарха. И люди говорят, ну что ты смотришь? Ну не завидую работать. Ну как же можно? Это люди верующие. Молитесь и постоянно о том, чтобы то, что делает священник, дело для Господа. Таинственное совершается вход Господень в Иерусалим. Но наш вход для нас должен быть тоже близкий. Мы верим в Господа Иисуса Христа, который сотворил человека. И говорит, что ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. И поэтому мы нужны друг другу, чтобы один другому указать, помочь от чего-то освободиться. Сейчас мы прочитаем несколько мест Писания. Вы понимаете, я не придумываю, но как держит человек Святую Библию, по которой Бог будет судить нас? Это надо хорошо запомнить. 12.48 Иван Геатриана, он говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Вот тут и увидим, кто чем питался, чем жил, как молился, о чем разговаривал. Мы нужны друг другу. Святому однажды было показано, несут двое бревно, а в дверь один за другим, никто не пускает поперек, встало бревно. Вот это вы, дайте ему свободу. И посмотрите, что зато будет. Ну пропусти его вперед-то, и ты за ним пройдешь. У нас есть книга «Ответственного православия». По объему она равна маленькому, не книга, а о крещении речь идет. О крещении. Столько же букв, я все посмотрел сегодня. Самая короткая Евангелие от Марка. Евангелие от Марка. Его считать-то, ты за несколько минут и просчитаешь. Совсем коротенькое, 16 глав. А крещение сегодня искажается. Я не знаю сколько, но почти к 100% приходит. У нас был парализованный Сергей, 17 лет лежит. И покрестить некому огромный город, Воронеж. И поехали батюшки наши, чтобы его покрестить. С разных концов тревожные вести. Покреститься негде. Но если мы знаем, какой священник крестит, который моченый, который не погруженый, их никто не преследует, кроме священников. Разными ябедами. У нас хорошие люди есть, архимандриты, священники, епископы. Тайно только посылаем. Канонизированный, совсем недавно, один человек, Лука, архиепископ, врач заслуженный. Война Яценевский. И вот этих моченых, он заново крестил. И говорит, вы обмануты, нет слова перекрещивать. Вы просто обмануты были. Для погружения в воду ничего не надо, кроме того, чтобы человек покаялся, обратился, принял Христа своим спасителем. Руками священника, если он есть, не запрещен, он погружен в воду. И бесплатно сделать. Сегодня все условия нарушены. Прямо ценник. Крестить полторы тысячи. Но, если хотите, чтобы было полное, пять тысяч. Если ты хочешь с полным погружением, но тогда даже уже безумным нельзя назвать. Наконец мы дошли до этого. Прямо, дай деньги. Подходит, квиток на руках, один только вопрос задает. И ясное дело, что нашего батюшку не обойдут эти грозы. Уже сегодня начинает, я просто в курсе делал, усилить молитву. У меня в Москве близкие знакомые есть священники. И к ним посылали. Те сказали на время остановиться. Священники буквально заедают. Я напоминаю, перед патриархом Кириллом был патриарх Алексей II. И он говорит. Я назову материалы, где он выступает. Дошло до того, что требуется вымогательство, требует деньги за крещение. Это позор для храма и для Бога. Это самая настоящая симония. А симония, это симон, это проклятие. Вот если бы мы это понимали по-настоящему, мы бы даже сегодня в слезах задыхались. И это мы, православные, дошли до этого. Ни у старообрядцев, ни у каких юридиков. Ни крестик, как попало. Полное погружение. Неправильно это на спину опрокидывает. Это другой вопрос. Ни три погружения. Но полное погружение допускает. Как князь Владимир крестил? В реке. Где он креститель крестил? В Иордании. Евнух с Филиппом едет. А что препятствует? Он говорит. Вот вода. Веруешь, веруешь. Зашли оба в воду. Оба в воду. Сегодня вообще этого нет. Мы молились об этом. И в Барнауле Бог дал священника, который теперь крестит. Я не знаю всех или нет. Мочуных. Сбрызнутых. Затеяли песком крестить. Несколько мест Писания прочитаем. Потому что 2 февраля 96 года. Это 24 года назад. Ну 25. Местный епископ Антоний Масельдич. Ипорхиальное собрание было. Начать крещение полным погружением во всех храмах города Барнабло. А как в районах? Ну думаю, видимо, раз так, то так. И делают? Нет, не делают. И они знают, откуда это идет. Пророк Сафония, 3 глава, 4, 7 стих. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него. Не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно. Но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушенные твердыни их. Пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их. Нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня, принимай наставления. И не будет истреблено жилище его. И не постигнет его зло. Какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Вторая книга Параллипоменон, 25-16. Пророк подошел к царю и говорит, ты делаешь беззаконие. Это срам перед народом же знает, и Бог видит. Замолчи, иначе тебя убьют. Он отступил, пророк и говорит, я понял. Ты не принимаешь Слово Божие, значит Бог решил убить тебя. И пошел. И так все случилось. Мы услышали на сердце положить, все время молитесь. Вот готовятся у нас люди к окрещению. А мы их направляем на фонд. Вот они и в ближний свет. Едут туда группами, крестятся все в море. Вот это окрещение, называемое окрещением. Это нигде больше так не делается. Слово окрещение только у русских. Во всех переводах, она в земле 2896 нации на речи, написано погружение. Вот считаем Евангелие от Марка, 16 глав, 15 стих. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и погружаться, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Слово крещение на всех языках погружение. Другого перевода нет. Погружение. А его и не было. Он стоит там на капельном полу, одетый. Сегодня показывает. Патриарх крестит, ребенка держит. Ну не знаю. Ну может быть ему года три уже. Одетый совершенно. И рукой на голову вот так вот. И рядом стоят митрополиты. И это не стыдяться, ничего перед всем народом. И кто-то решил посмотреть во всех храмах московских. И все это выставили один за другим. Боятся вот, ребенок утонет. Да когда ребенок утонул, чтобы крестить, то закрой его рот, обохнуть секунду одну. Нет этого. Что-то будет с Россией. Народ некрещен и умирает. И чем притянут перед Господом? А крещение это не просто крещение. Это завет с Богом. А если этого не было, то ничего и не было. Вот мы считаем. Бытие 17.10. Два стиха. Первая книга Моисеева. 17.10.14. Сие есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Понимаете, что такое обрезание? Это вот ребенку отрезают кожицу полового органа. А дальше 14 стих. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайнюю плоть своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Да кажется, такая милость Божия, это воздержание от всякого греха. И вдруг оистребиться. Не просто сказал Бог оистребиться. А что, ветхозаветные уловны, там козы, все указывали на жертву Иисуса Христа. И здесь мы считаем послание апостола Павла к Колоссиным. 2.11. 2.15. Послание апостола Павла к Колоссиным. Он показывал, что тогдашнее обрезание, оно было тенью, а истина наступила сегодня в крещении. 2.15. 2.1. Так, 11.15. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с облечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Бывшие погребены с ним крещение. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И 18. Никто не обольщает вас самовольным, смиренно, мудрым и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Что будто бы ангел делает. Вот священник не такой. И видели, что священник связан под скамейкой, а ангел все совершает. Павел говорит, не надмивайтесь, торгаясь, служи ангелам. Нигде в Библии этого нет. Каждый понесет свое бремя. И вот мы считаем, что это новое обрезание. Ветхозаветнее было рукотворенное, а здесь не рукотворенное. Несколько мест в Писании, которые подтверждают. Римлянам 6.4. Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если все человек правильно исполняет, обновления в душе никакого у него не было, об этом говорит Семен Новый Богослов, это беда. Человек думал, что он родился, а на самом деле не родился. Это завершение духовного рождения. Смерть. Вот почему крестится прямо вертикально. Обычно как смерть? Упал человек вперед или на кровати лежит. А чтобы стоя умирать, это надо его прибить, привязать. И мы в смерть крестимся так, как указано, чтобы вертикально человек приседает, заходит. Сектантов опрокидывает на спину. Это положение вокруг. И когда им говоришь, они первый раз задумываются об этом. А нас все это известно. Деяние 8.16. Где слово крещение в нашей Святой Библии встречается 25 раз. Деяние 8.16. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. То есть это речь не во имя Святой Троицы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому каждый должен себя проверить. Когда было крещение? Как было? Что ты получил в это время от Бога? Считаем об этом 1 Петра 3.21. Проверку надо сделать, ревизию. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Не обещание спасает, оно дается служить доброй совестью, а спасает воскресением Иисуса Христа. Вот почему мы считаем 2.38 Деяния апостолов, когда люди возгласили, Петр, что делать нам? Как вам спасить? Христа распяли. Он был, мы видели. Его нету теперь. 2.38. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Крещение для прощения грехов. Еретики этого не понимают, где тот покаялся, все. Считаем 22.16 Деяния апостолов. Подтверждение, что Сау сидит, не видит ничего. Его уже братом называют. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа. Омой. Это баня пати бытия. И когда с кем разговариваете, вы указываете прямо на то, что говорит нам Святая Библия. В Библии слова, которое здесь мы говорим о крещении, нет иного, как погружения. И восстают те, которые Библию не считают. Во всех 25 местах, которые упоминаются крещения, написано погружение. А у русских перевозчики взяли сакральный смысл страдания. Мы теперь обращаемся к Господу. Родные восстают, гнать будут на работе, как крест вынести. Мы приводим в материале о крещении 136 свидетелей. Те, которые не погружают, ни одного не могут показать. Ну так везде. Это не ответ. Если все ваты ты туда идешь, ты запомни, крепко Священное Писание говорит, а омывает наши грехи. Встань, крестись. Я мой грехи твои. А что ты медлежишь? Три дня ты можешь умереть, а ты не крещеный. Так Бог явился ему. Он уже христианин, не гонитель. Все это правильно. Но пока человек не погрузился в воде, ничего нет. Поэтому кто у нас готовится, нынче опять готовятся люди, у меня просьба, помолитесь, чтобы Господь укрепил. Потому что и родные, которые Бога не знают, а бунтуют. Зачем тебе это нужно? Он говорит, это бесплатно. Да бесплатно ничего нигде не делается. Мы находим в Священном Писании многократно повторяемые слова, что есть люди, которые это знают. Патриарх Алексей говорил, полтора года прошло, как я говорил, чтобы хрестили в полное погружение, но 98% священников меня слова не слышали. Ну 98%, я считаю, никто его не слышал. Я на это комментирую. У патриарха большая власть. Он должен знать, 50-е апостольское правило, если крестить не три погружения, да будет извержен. Поэтому, если они это делают, они извержены. И поэтому, эта боль за русский народ должна быть нашей болью. Да Бог их накажет, не удерживая вещь. Не удерживая вещь, Господень открови. Мы сейчас считаем, как благоприят, кто делает небрежное, и проклят, кто меч удержан от крови. Если Господь приговорил, значит, это будет. Расплата где-то будет рядом. Вы ничего не ждите, кроме просвещения Духом Святым. И скажи, Господи, слово Твое держит в руках Библию. Все места Писания крестились, смерть мы убрали. Прежнее прошло, наступило все новое. Возьмите на себя Игорь Господне 11.28 Матвей говорит, Игорь Моё благо, бремя лёгкое. Сострадать людям, у которых дома везде неприятности из-за того, что они принимают крещение, начинают служить Богу. Да поможет нам Господь помнить об этом, что мы православные, и просто где-то отсидеться в углу не получится. Богу нашему слава, вовеки веку. Аминь. 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 Аминь.